Основной темой повестки дня на совещании руководителей муниципалитета Хасавёрта стало обсуждение послания главы Республики Дагестан Народному собранию, в котором были подведены итоги социально-экономического развития республики за прошедшие годы, озвучены проблемы региона и поставлены задачи для органов власти и всего дагестанского народа. В своём послании Рамазан Абдулатипов подчеркнул положительные результаты органов местного самоуправления в различных сферах деятельности, особо отметив работу антитеррористической комиссии в молодёжной среде. Зачитывая о положительных результатах в данном направлении, Бадыр Ахмедов пояснил, что в этом плане городскими службами разработана и реализуется обширная программа по предотвращению распространения идеологии терроризма и экстремизма. «В послании было отмечено, что ключевой отраслью для региона является агропромышленный комплекс, который оказывает существенное влияние на экономику республики и обустройство кагестанцев. В своём выступлении глава республики обратил внимание на сферу земельных отношений, а также коснулся проблемы топливно-элегистического комплекса, который может стать одним из основных источников развития и дел. Были рассмотрены вопросы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной политики. Глава республики рассказал о привлечении масштабных инвестиций, благодаря которым состоялись открытие таким заводом, как МАРА, о завершении крупных проектов в агропромышленном комплексе». Как отмечает в своём послании Рамазан Абдулатипо, в республике проделана огромная работа по снижению неформальной занятости населения и оптимизации расходов. За последние годы значительно увеличилась динамика качества образования. Во многих городах и районах республики открыли свои двери новые учреждения как дошкольного, так и школьного обучения, что значительно решило проблему с загруженностью в классах и созданием рабочих мест для педагогов. «Наши педагоги поддерживают целиком и полностью, и, конечно, приветствуют все те задачи, которые были поставлены и стоят перед нами. Вкратце то, что было сделано нами, это первый вопрос, то, что сделали, мы смогли сделать прозрачность проведения единого государства экзамена. Следующий вопрос был по выполнению майских указов. Это у нас доступность дошкольного образования. Мы первые в республике и, по-моему, сегодняшние единственные, которые сумели создать за счет муниципалитета группы краткосрочного пребывания, то есть вы все знаете, народы, как говорят, подклассы». Анализируя зачитанное Бадыром Ахмедовым послание главы республики, директор комплексного центра социального обслуживания населения Ахмед Гаджиев отметил, что вся работа правительства республики и муниципалитета направлена на улучшение человеческого капитала, так как это главный фактор экономического развития населения. «Мы можем анализировать состояние, в каком состоянии наше общество, там уже наши жители находятся. Вот для этого мы вот сейчас с начала года развили город на 9 участков, и по этим участкам наши специалисты ходят и выявляют людей социально незащищенных, многобетных семей, малоимущих семей, семей с инвалидами, и так далее, с тем, чтобы мы могли поставить перед руководством города тоже, чтобы им как-то внимание было уделено. И я думаю, вот к концу вот этого первого квартала у нас будут данные, и мы писаем эти данные руководству города. Вот это, как мы, наше лето, и для того, чтобы выполнить вот те требования, в данном случае, руководителя республики». В продолжении совещаний, управляющий делами администрации Гаджиав Магомедов отметил, что за четыре года в республике произошло много изменений во всех сферах деятельности, спорте, образовании и здравоохранении. Буквально за короткие сроки руководством республики была проделана огромная работа по строительству и восстановлению дорог в высокогорных районах. «Анализ был сделан за четыре последних года и показаны те успехи в народном хозяйстве, в экономике, общественно-политической жизни республики, намечены конкретные меры по улучшению положения республики. Мы должны проанализировать, еще раз глубже проанализировать все положения выступлений главы республики, намечены меры для улучшения каждой на своем месте, будет это сфера образования, медицина, спорт, культура, не имеет значения». Говоря о проделанной работе, направленной на благополучие населения и улучшение качества жизни горожан, нельзя не отметить вклад и заслуги инвесторов в строительстве медицинских центров и учреждений образования, подчеркнул в своем выступлении начальник отдела инвестиций Гасан Уцелханов. По завершению заседания Гаджиев Магомедов проинформировал о том, что план реализации основных направлений, указанных в послании, с учетом озвученных мнений, будут доработаны и предоставлены руководителям ведомств и управлений для дальнейшего осуществления и исполнения. Царема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».